Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем заседание американского семинара. И сегодня с докладом выступит Павел Валентинович Крылов, научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук. Тема доклада – контрабандисты из Залива Кампечи и кардинал Галиад Самарискотти. Карибский эпизод Голландской войны в документе из коллекции Николая Петровича Лихачева в архиве Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук. Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность выступить, за возможность поделиться такой находкой из нашего архива Института истории Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Находка, можно сказать, случайна, поскольку, в принципе, я занимаюсь тем, что составляю описание документов из папской нунсатура в Испании. В нашем фонде находятся семь картонов. Это рабочий архив кардинала Галлядса Морискотти, который прожил очень долгую жизнь, почти что сто лет. Родился он в 1628 году, умер в 1727. И некоторое время он являлся апостолическим нунцием в двух странах Западной Европы. В 1668-70 году он был нунцием в Польше, точнее, в Речи Посполитой. И, надо сказать, именно на время его нунциатуры пришлось столь знаменательное событие, как отречение короля Яна II Казимира и избрание новым королем Польши Михаила Вишневецкого. После чего в 1670 году он был назначен нунцием в Испанию. И там в ходе его нунциатуры состоялось тоже достаточно такое важное для Испании событие. Это начало так называемой Голландской войны, в ходе которой Голландия отстояла свою независимость от посягательств Людовика XIV. А Испания, которая в эту войну вмешалась, утратила значительную часть испанских Нидерландов и Франш-Канте. То есть, опять же, события в жизни Испании и Польши совпали с периодом, когда представителем Святого Престола в этих странах был вот этот наш с вами персонаж, оставивший примерно ну так по скромным подсчетам где-то около двух тысяч документов каким-то непостижимым образом попавших в архив Санкт-Петербургского института истории. Это семь картонов, в каждом из которых примерно по 800, а иногда и более страниц. И занимаясь описанием этих как можно подвинуть слайд этих картонов. Нашелся вот тот самый документ, о котором я хотел рассказать, а в дополнение к ним в том же самом томе еще как минимум три документа, которые обрамляют вот эту историю о событиях в Кампече. Но прежде немножко о контексте. Голландская война это то, в рамках чего эпизод имел место быть. В 1672 году она начинается как попытка войны молниеносной с наступлением Франции при поддержке английского флота и кельнского курфюрста на республику Соединенных Провинций. Казалось бы, Ледовика XIV и его армию ждет успех. 9 июля происходит знаковое событие в соборе Утрахта. Была сожжена кафедра кальвинистского проповедника и восстановлено католическое богослужение. Но параллельно с этим в Нидерландах происходит переворот. Место такого не очень эффективного правительства Статхаудера под предводительством Яна Девитта было смещено. Точнее не Статхаудера, а великого пенсионария. Была восстановлена власть Статхаудера Аранской династии и Вильгельм Аранский становится таким очень яростным соперником Людовика XIV. Далее формируется большая коалиция в составе Испании, Священной Римской империи, немецкой нации Лотаринии, которые в дальнейшем, как вы видите на слайдах, вступают в войну против Франции. Первые попытки мирных переговоров проходят в Кельне безрезультатно. Ну и дальше война только расширяется и приходит в состояние такого большого общеевропейского конфликта, параллельно с которым некоторые события разворачиваются и в Польше, которая становится объектом агрессии со стороны Османской империи, но это немножко другая тема, в которую, пожалуй, не будем сейчас включаться. И вот собственно те документы один только том на сегодняшний день можно сказать был полностью описан. Это картон 316 9 фонда западной европейской коллекции 338 документов на 872 листах, 66 из них касаются сюжета голландской войны. И вот можно увидеть содержание этого тома, пожалуй, наверное, самого интересного с точки зрения международной политики и дипломатии. Это переписка, точнее, входящая корреспонденция от королевских министров мадридского двора, послание от нунцев, ну, как тут написано, Ди Джермания, ну, так итальянский переплетчик обозвал Священную Римскую империю немецкой нации, потому что это будут, собственно, послания из Вены, нунцев во Франции, в Португалии, епископа Наваррского, епископа Генского, казначея города Рима, нунцев польского и нунцев, точнее, в Польше и нунцев в Швейцарии. То есть такой достаточно объемистый том, где, повторюсь, 66 документов касаются сюжетов Голландской войны. Но нас в настоящее время применительно вот к этой карибской истории интересуют вот эти четверо человек. Это автор послания, о котором пойдет речь, Хуан Франциско де Лассерда, герцог Десегорва и Кордова. В 1670-е годы, в первую половину 1670-х годов он еще не был, что называется, в силе, но, тем не менее, можно сказать, так, подбирался к вершинам государственной власти. Особенно его влияние возрастет после того, как 6 ноября 1675-го года будет объявлен совершеннолетним король Испании Карлос II. И вот, собственно, в этот период, после отстранения фаворита Валенсуэлы и после провала попытки Дона Хуана Австрийского, но вот того Дона Хуана Австрийского, который был в 17-м веке, забрать власть в свои руки, именно Франсиско де ла Серда будет одним из валидос, одним из фаворитов и управляющих внешней политикой при Карлосе II. Фабрицио Спада это коллега Галиадсу Морискотти по служению во Франции. Собственно, от него или через него будет отправлено послание с запросом относительно действий Испании в Карибском регионе. Это знаменитый французский дипломат, преемник Юга де Леона на посту секретаря по международным делам при Людовике XIV Маркиз де Помпон Симон Арно, ну и сам Галиадсу Морискотти, безусловно. Вот это и немного статистики относительно их переписки. Большая часть... документов, они относятся к теме мирных переговоров, посредничества, условий ведения посреднических каких-то контактов, проблем, которые при этом возникают, в частности, выбор города для проведения переговоров. И вот там можно сказать, что через испанского нунца из Рима следует одна за другой инструкция о том, что таким городом должен быть город, где обеспечена свобода католического вероисповедания, потому что если в качестве одного из посредников предполагается участие римского папы, то месса там должна служиться свободно. Много документов в 16 это предоставление паспортов для путешествия из одной воюющей страны в другую, положение церковных общин на фоне боевых действий, 7 документов сам ход военных действий, 5 документов и соображение об опасности продолжения войны и новых войн, в частности между Испанией и Португалией. Но это португальский нунц и Марчелло Дураццо, он такие письма в Мадрид регулярно отправлял. Ну и кроме этого еще и нунц и в Вене Марио Альберице, он тоже такой достаточно пространный мемориал об этом написал. Ну и вот 10 документов, в числе которых наш этот документ, это судьба военнопленных и задержанных в ходе войны персон. Документ, переводом которого я с вами хочу поделиться, это из 16 картона, лист 212 на бумажном листе формата 212 на 303 миллиметра находится он в разделе послания нунце в Германии, что надо сказать достаточно странно, потому что это повторюсь письмо Хуана Франциско де Лассерда подписано герцог Десегор Берекордова. Из его канцелярии исходило 13 конфиденциальных писем, адресованных папскому нунцию, и все эти письма, точнее, не все, а 12 из 13 касались вопросов вопросов Голландской войны, и одно касалось вопросом соблюдения протокола приема государственных послов при папском дворе в Риме. но тем не менее оно вот так было подшито в другой раздел, по какой причине это было сделано ошибочно или по каким-то особым соображениям, чтобы, может быть, скрыть его от хотя кого глаз читателя вряд ли это было бы так могло такой трюк пройти, но вот мы видим, что 9 июня 1675 года этот испанский придворный отвечает Нунсию о том, что королева то есть Марианна Австрийская в данный момент являвшаяся регентом испанского королевства это мать Карлоса Второго ввиду юных лет и недееспособности сына будучи родной сестрой императора Священной Римской империи немецкой нации Леопольда Первого осуществляла регенство над Испанией колониями королева получила представление христианейшего короля ну то есть Людовика 14 переданного через Нунция в Испании относительно на его подданных что якобы были отправлены на галеры в Америке и королева издала приказ точнее дала приказ чтобы ей было доложено все обстоятельства этого дела доложены советом по делам Индии и этот совет уже представил королеве некое заключение о том что в прошлом то есть 1674 году у берега Кампеечи был задержан некий французский корабль Элиас Эль Профета ну то есть Пророк Элиас или Илья Пророк который является законным призом ввиду запрета вести народам торговлю у данных берегов что совершенно не соответствовало истине потому что по условиям первого афинского мира 1668 года заключенного по итогам деволюционной войны ну вот можно сказать первой победоносной войны Людовика 14 против Испании находя находящейся в серьезном кризисе подданные Людовика 14 получили от испанской короны по условиям мира привилегию вести торговлю в закрытых водах западного полушария но крючкотворы из Совета Индии этот факт этого договора здесь в ответе по крайней мере в том варианте этого ответа на который ссылается герцог Сыгорби и Кордова не обратили никакого внимания между тем как если обратиться к такому фундаментальному исследованию каперства и пиратства в западном полушарии Дмитрия Николаевича Копелева можно увидеть что Людовик XIV ну а точнее конечно не он а маркиз де Помпон специально указывал адмиралу Жану де Стре командующему эскадрой которая действовала в Карибском море в ходе той же самой голландской войны против испанцев и голландцев о наличии вот этой вот статьи в протоколах в документах Первого Ахинского мира о том что испанцы но они не должны чинить препятствия подданным французского короля в Карибских водах в том числе и в Кампеч такое письмо цитирует Дмитрий Николаевич в своей книге на 61 странице но повторюсь здесь вот в документе исходящем от герцога Сыгорба и Кордова на этот момент на это обстоятельство не обращается внимания ну и далее говорится о том что пленники не были отправлены на галеры как об этом написано в представлении видимо представлении Де Пумпонна почему представление Де Пумпонна об этом чуть позже я скажу не были отправлены на галеры в Америке но были отправлены в Испанию чтобы Чтобы там через какое-то время предоставить им свободу по требованию христианейшего короля. И о чем вел хлопоты маркиз де Вилар. Здесь появляется фамилия маркиза де Вилара. Имеется в виду Пьер де Вилар, известный французский дипломат, государственный советник и протеже к тому времени покойного уже канцлера Юга де Леона или Гуга де Леона. Как вам будет угодно. Это был отец главного маршала Франции, будущего героя войны за испанское наследство, Клода герцога де Вилара. Пьер де Вилар, маркиз де Вилар являлся послом Людовика XIV при Испанском дворе с 1668 года по 1672, то есть до начала Голландской войны. А после заключения Немвегинского мира в 1678 году он возвратился в Испанию. Но в данный момент маркиза де Вилара, естественно, в Мадриде быть не могло ввиду того, что страны находились в состоянии войны друг с другом. Что тут мог иметь в виду Хуан Франциско де Ла Серда, герцог Сегорби и Кордова, не очень понятно. Но можно предположить, что он мог задействовать какие-то свои испанские связи, какую-то свою тайную агентуру, которая неизбежно возникла у этого способного дипломата за эти четыре года, за которые он служил в Мадриде. И, вероятно, это могло стать известно при дворе Марианны Австрийской. И вот тем самым факт подобных неофициальных переговоров был одним из поводов для того, чтобы заявить о необоснованности французского Димарши. Документ, как последствия оказалось, он оказывается вписан в контекст более широкой переписки, касающейся проблемы пленных французов, задержанных во время Голландской войны. Вот, в частности, мы видим следы документа, на который был составлен ответ в июне 1675 года. Первого апреля. От первого апреля тот же самый Хуан Франциско де ла Серде Энрикес де Рибера. Тут, наверное, видите хорошо и подпись. Эль Дуке де Сегорбе и Кордоба. И вот он здесь сообщает своему корреспонденту Галлиакса Морискотти, Нунцию в Испании, о том, что копия письма апостолического Нунции во Франции, фабриция Спада, с представлением Людовика XIV о дурном обращении с французскими военнопленными, было передано королеве Мариане. То есть Спада прислал это письмо Морискотти, и тот задействовал свои возможности для того, чтобы это письмо дошло до Марианны Австрийской. И вот его корреспондент уведомляет, что да, это письмо дошло. Поэтому королева 1 апреля, ну или в конце марта, в определенные сроки, данное представление получила. Вслед за этим мы имеем свидетельство о реакции на запрос. Достаточно быстро, 17 апреля. Куан Антонио Лопес де Сарате и Альварес де Медина, тогда еще не бывший маркизом де Вилануэва де Ла Сагра. Его первые такие серьезные должности придут только в 1676 году, когда он получит пост в военном совете при Карлосе II. Но вот ему было, видимо, поручено, как одному из секретарей Совета Италии, ответить на ту часть обвинений, которые касались не только Индии, но и военных действий в Мессине, которые происходили параллельно. То есть можно так себе представить, что на этот запрос, переданный через спада, сначала отвечает один из таких достаточно незначительных чиновников испанской короны. Параллельно с этим ответ, ну, фактически достаточно быстро, да, мы видим ответ и Гарсия Бустаманте. Гарсия Бустаманте, Бустаманте, секретарь Совета Осиенде. Ну, тут можно себе представить, что он должен был ответить на запрос относительно галер. Ну, и прочих вот этих вот таких привлечений французских военнопленных к труду. После чего мы видим документ, ну, уже совершенно из другой папки, из другой подборки. Это как раз подборка корреспонденции испанского Нунца с его собратом по служению во Франции. Фабрицио Спада докладывает ему от 11 августа письмо из Парижа 1675 года о том, что Симону Арно Маркизу де Помпонну передано от имени вице-короля Сицилии Маркиза де Виллафранко некое письмо о судьбе французских военнопленных в Испании. То есть, был избран вот такой, ну, можно сказать, грант, от имени которого, то есть, имя которого стояло на финальной реаляции, направленной Людовику XIV. И переданной, соответственно, Маркизу де Помпонну. Ну, Маркиз пишет Маркизу, да, таким образом выглядела вот так эта дипломатическая комбинация. Содержание этого ответа, естественно, мы не знаем. Но главное, что в данном случае Марискотти мог быть, ну, как бы это сказать, он мог быть подстрахован тем, что он выполнил то, что он должен был выполнить. Он получил и передал запрос Мариане Австрийской двор Испании, что называется, в течение относительно непродолжительного времени. Мы видим, что сама история завернулась где-то в марте 1675 года. В конце марта она была доведена до сведения королевы матери. Апрель, май, июнь, июль, начало августа. В течение четырех месяцев уже поступил ответ из Парижа о том, что вот этот вот некий итоговый документ, он был туда передан. Скорее всего, речь шла о том, что, ну, вот такой контекст, если вернуться к нему, в феврале 1674 года испанские колониальные власти начали активно выдавать каперские патенты, по большому счету впервые в этой практике именно испанской монархии, для борьбы с французской контрабандой в заливе Кампечи. Что привело к появлению целой галерной флотилии испанской, которая действовала на прибрежном мелководье. Добыча испанских каперов, скорее всего, и стал упомянутой в документе «Корабль-пророк Элиас», о судьбе которого, равно как и о судьбе военнопленных, дальше мы ничего не узнаем. Людовик XIV использовал это событие для того, чтобы составить дипломатический демарш, который был королеве матери Испании, передан посредством структуры римско-католической церкви, которые действовали поверх фронтовых позиций воюющих государств. Ну и Морискотти, он был вынужден, независимо от собственного отношения к сути вопроса, равно как и Фабрицио Спада, послужить таким передаточным звеном для ознакомления королевы Испании с содержанием французских требований, которые обвиняли испанские колониальные власти на нарушении правил ведения войны и неподобающем обращении с военнопленными. Ну а королевство испанских Габсбургов действовали по бюрократической практике, поскольку запрос шел в том числе с использованием структуры Святого Престола, запрос был передан в Совет по делам Индии, параллельно то, что касалось Мессины, было передано в Совет по делам Италии, там профессиональные Литрадос, они подготовили ответ, из которого исходила мысль о том, что никаких нарушений ни испанские колониальные власти, ни власти митрополии не допускают. И факт отправки французских пленников на Галеры был опровергнут весьма категорично, несмотря на использование вот этих всех витиеватых формул вежливости, свойственных для эпохи барокко на ее излете в начале четвертой четверти, последней четверти 17 века. И тем самым мы видим, что структуры римско-католической церкви, они все больше превращаются в такую посредническую структуру, которая предоставляет дипломатическим службам абсолютных монархий Европы некое пространство и некоторое поле для коммуникации, пример которой мы видим в документах папской инунциатуры. Ну а поводом стала деятельность испанских каперов и французских контрабандистов в колониях. Ну, наверное, вот где-то на этом я и закончу. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Пожалуйста, коллеги, мы можем перейти к вопросам. Да, наверное, можно. Спасибо. Можно мне спросить? Вот известно ли, когда были оформлены эти документы в такую... Вот получили такую форму, которую они имеют сейчас? Именно когда была собрана вот эта папка? Да. Увы, к сожалению, это неизвестно, потому что таким... Ну, таким образом можно сказать, что так хранятся документы в Ватиканском архиве, то есть вот эта форма такая. И Николай Петрович Лихачев привез их вот такими, какими они есть. Каким образом они попали к нему в руки, это большая загадка, потому что иногда он их вывозил в том числе и не вполне законно из Италии. Что известно. Как-нибудь? До революции, да. А вы как-нибудь связывались с местом возможного происхождения этих папок, нет? Как это? Пока нет. Я сначала намерен сделать описание, содержание, потом уже там думать о том, как это все могло возникнуть. И, собственно, наверное, вот если говорить о том, что меня больше интересует, меня больше интересует содержательная сторона, чем вот такое, чем катекология. Хотя я понимаю, что это тоже кто-то, наверное, должен сделать. И, может быть, и мне придется. Но пока прошлый год это был вот этот вот один том. В этом году я 311 томом занимаюсь. Это еще один. А там их еще, если дай бог в этом году закончить, еще их пять. Я так бегло, конечно, их все просмотрел на предмет наличия там разных документов. Но документ за документом. Вот сейчас можно сказать, что один готов, и это описание, оно встану в архив. В этом году будет, я надеюсь, еще один. До этого они в научный оборот не вводились, как можно видеть. Публикаций не было. И все эти документы – это оригиналы, да? Оригинальные документы. Ну, там есть копии, выполненные в самом архиве Нумсатура. То есть там есть подборки документов, где сопроводительное письмо, допустим, с указанием содержания и копия документа, на которое это сопроводительное письмо ссылается. Ну, вот в частности, то, что я видел сегодня, там речь шла о споре, там совсем другая тематика, там речь шла о споре за церковные бенефиции в Миланском герцогстве. И кардинал Карпенье, он присылает, Марис Котти, он присылает сопроводительное письмо и выписку о доходах там от разных церковных бенефиций на этой самой территории. Там, понятно, есть копия, копия этой выписки. Из его ведомства он был продатарио, то есть налоговое ведомство Святого Престола. Для того, чтобы сверить те данные, которые есть у Ватикана об этих доходах, Святого Престола, тогда Ватикан, наверное, слово не нужно употреблять. У Святого Престола и то, что есть в Испании. Такая. Там копия. Ну, копия того времени. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Вы считаете, что этот атлет, он носил такой точный формальность? Ну, то есть его формальность, получается, что они по большому счету не производили никаких расследований по этим темам? Или, раз они так резко отрицали роль, отрицали взятие в плен и отправку на галеры французских моряков? Ну, сейчас с высоты 21 века сложно говорить, насколько это было формально или неформально. Дело в том, что, конечно, с учетом того, что все было сделано в достаточно краткие сроки, с марта по август, в августе уже из Парижа приходится запись о том, что это передано. То есть это реально еще быстрее, это буквально в трехмесячный срок. Конечно, за три месяца невозможно привести расследование в колонии, что там происходило в колонии. Невозможно. Поэтому тут пророк Илиас, его команда, точнее французы, которые были в этой команде, потому что там были не только французы, ну, как вот из этого письма, если вчитываться, можно понять, были доставлены в Севилью, ну, и там они были заняты на каких-то осиенах, то есть не в качестве грибцов, а в качестве паденщиков, наверное. И вот об этом... Это можно было ответить, потому что год прошел. В течение с 74-го по 75-й, наверное, это было сделано. Имел ли в виду помпон, когда он посылал этот запрос через спаду, о каких-то еще случаях? Может быть, имел ли в виду помпон, но отослали вот к этому конкретному случаю. Но в основном там было не всегда формально. Там, например, была очень долгая переписка в течение 74-го, 75-го года обмене задержанными людьми церкви. То есть там задержали на французской стороне одного испанского епископа, кого-то задержали в Испании. И вот там, в конце концов, обмен этот состоялся. То есть этот испанец, он вернулся в Испанию. И, видимо, французы тоже вернулись. Но просто о том, что испанец вернулся, есть такая запись. Что он благодарят за то, что он содействовал успешному возвращению этого испанского священника на родину. Ну, вот как-то так. То есть не всегда это было формально, но в случае с экипажем этих решений. Ну, в этом их обвиняла испанская, собственно, вот тем, что они занимались там торговлей. И поэтому являлись законным призом. То есть это не была эскадра Де Стре. Ну, собственно, это не могла быть эскадра Де Стре, потому что она-то туда пошла год спустя, вполне возможно, под предлогом того, чтобы защищать вот этих вот из французских подданных со ссылкой на протоколы Немвегинс Первого, прошу прощения, Ахенского мира, что они имеют право там торговать. И французский флот, он будет их там поддерживать в этом. А вот о деятельности французского флота в голландских колониях ты ничего не известна? Ну, нет, это довольно известная история, но он просто начинает с 1976 года, когда уже Морисхотти, он уехал из Испании. Он был вознагражден за свою службу, потому что в середине 1975 года, я сейчас точно дату не припомню, он был рукоположен в кардиналы, ну и таким образом его нумциатура закончилась, и он мог приступить к каким-то более таким почетным, приятным и, может быть, даже в каком-то смысле и таким денежным, что ли, выгодным обязанностям. Он, вернувшись, стал епископом Тиволи. Это уже не титулярный архиепископ Каринфа, каким он был в момент нумциатуры, то есть это без реальной власти. А вот он сначала был епископом, потом возглавил конгрегацию священной святой инквизиции, то есть такой довольно знаменитый и деятельный иерарх в истории римской католической церкви. То есть, видимо, эта нумциатура была признана успешной, потому что в случае, когда папа был недоволен, а там есть пример другого нонца Никола Барджеллини, вот он недовольство папы вызвал, и тот его, во-первых, кардиналы не рукоположил, назначил его своим представителем в городе Авеньон, а это в 17 веке, это была настоящая ссылка, потому что Авеньон, это не тот Авеньон, как во времена Петрарки. Это захолустье, причем подальше с глаз долой. Вот он там 20 лет, кажется, провел. Должность почетная, но вот такая вот неприятная. А здесь была совсем другая история. То есть, от нумциа кардинала такой достаточно естественный рост? Естественный, да. Ну, после нунциатора в одной из главных стран Барджеллини одновременно с Морискотти был предшественником как раз фабрица спада во Франции, ну и был оттуда отозван тем же самым папой Климентом X, и без вот такого, без кардинальской номинации. Да, это естественно для нумциа в Вене, нумциа в Мадриде, нумциа в Париже, в этих трех основных столицах. Что касается Лиссабона и Варшавы, то, ну и равно как нумциа в Швейцарии, их обычно переводили куда-то в случае успеха на какую-то более значимую нумциатуру, вот как в Морискотти. Он сначала был в Варшаве, потом он был в Мадриде. Да, да. Здравствуйте, спасибо большое. Это доклад. У меня такой небольшой вопрос. Я чуть-чуть припозителю. Ну вот название «Банда» у тебя пропустила? Деревом, компешевом они. Деревом, это основная. Да, это основная статья расхода дохода, потому что испанцы использовали это как преимущественно их собственный материал для торговли. Дерево это чрезвычайно ценилось, а французам оно тоже было нужно, потому что это же как раз то время, когда строили Версальский дворец. И там это драгоценное дерево, оно очень нужно было и для мебели, и для паркета, и для чего только. Для предметровской. Это, собственно говоря, вот такая одна статья. Ну, в Мексиканском заливе, да. Потому что понятно, что Испания еще вывозила серебро из потоси, она же использовала и свой собственный шафран, это одна из важнейших статей дохода, собственно, Пиренейского полуострова, помимо этого американского серебра. Но интрига оказалась в том, что по фактически наущению французской дипломатии, а точнее Симона Арноды Пампонна, структура римско-католической церкви была вынуждена заниматься проблемами тех людей, которыми едва ли испытывали эти иерархи какое бы то ни было сочувствие. Ну, как мне кажется. Но Пампонну это было нужно ради политических, конечно, целей, а отказать ни французские нунцы, ни испанские, они, естественно, не могли. И еще такой был большой вопрос. Вот в этих документах, которые вы изучаете, говорили о том, что это обращение относительно дурного отношения к этим французским контрабандистам, есть ли какое-то раскрытие? Или это просто само отправление на галерию? Да, это дурное обращение. Все, больше никаких терминов. Аль ремо там, то есть они стали грибцами, если говорить вот этот термин, использовавшийся по-испански. Ну и слово галеры там тоже присутствует. Либо аль ремо, либо галерас. И еще в каком-то из документов минас и галерас, то есть шахты и галеры. Еще и шахты. Это очень интересно. Но не в этом документе. Это в другом я видел, но он еще и не прочитан до конца. Но перспективы есть. Спасибо. Никогда не узнаем конкретно экипажа конкретно Эльиаса. Но может быть известно что-то о таком обычном обращении с военнопленными или с контрабандистами, которые, наверное, не являются формально военнопленными в то время. И насколько вот это вот обращение, может быть, соответствует обвинениям, которые были жены на той испанской стороне? Ну, тут лучше, конечно, было бы Дмитрия Николаевича позвать. Он в этом больше специалист. Насколько я так помню из литературы, в частности, из его литературы тоже, мы иногда зачастую видим, ну, там в качестве выхода только повешение, смертную казнь и так далее, но это не совсем соответствует действительности. Это чаще всего касалось ну, какого-то командного состава. Что касается такой основной вот этой массы, то тут, безусловно, использовали, ее использовали в качестве рабочей силы. ну, вот, равно как этих и европейских тоже преступников, которые использовались как каторжники и в новом свете, да и в самой Европе. То есть, для каких-то тяжелых работ. То есть, это вполне мне кажется такой ходовой способ наказания. Что касается Мессины, там ведь так называемые Мессинские войны, это тоже происходило в рамках войны голландской. Почему, собственно, соединили вот эти два случая, соединили здесь. В Мессине говорить о военнопленных тоже достаточно сложно, потому что испанская корона, ну и в частности тот же герцог Досыгорби, там в других документах, он обвиняет Помпонна, ну или Францию, как корреспондента Помпон, конечно, и такая фигура, которая является чуть ли не воплощением зла для испанских чиновников, что он подстарекает жителей Мессины к бунту, то есть это не совсем французы, а это вот наши бунтовщики, среди которых есть какие-то французы, которые их подстарекают, но это не вот такая вот честная война, которая происходит в тех же самых Нидерландах, где с одной стороны французский командующий, наверное, Николя Катена, тогда еще Тюрен, кстати, был жив в 75-м году, он только погибнет, с другой стороны Хуан де Ара, граф Аргамонте-Рей, и так более или менее все идет как полагается. А Мессина, но вот это вот случай такой не вполне достоин. На это, безусловно, герцог Десе Горби жалуется, ну, точнее, как жалуется, он отвечает Мори Скотте, что претензии французов они не обоснованы, потому что так-то и так. И является ли тут адресатом Помпон, может быть, даже и вряд ли, потому что скорее адресат это Рим, а в Риме такой кардинал Полуцца-Альтьери, который, будучи племянником уже достаточно престарелого папы Климента X, он же Эмилию Альтьерину. Вот его молодой племянник, как это часто в Риме бывает, он и занимается всеми делами, и он является реальным таким действующим лицом во всей этой иерархии. Вот это ему ответ, видимо, дается, а вовсе не французскому министру. Что отвечают французскому министру, мы не знаем, потому что конечно есть документы в французском миде, они там тоже есть переписка входящая, но посмотреть бы да сравнить, но пока едва ли это возможно. в дальнейшем роль папы, как вообще папа, как миротворца в международных делах сыграла какую-то роль в изрушении голландских войны. Мне кажется, что там попытки эти были, если говорить точно о голландской войне, попытки эти были сделаны, но там ее завершение вызвано скорее тем, что Франция в этот момент была на подъеме, это период еще вполне такой триумфальный для Людовика XIV, и несмотря на то, что там против него большая коалиция составилась, фактически союзником Франции была только Швеция, остальные европейские страны были против. Англия в начале да, но в 1974 Карл II заключил сепаратный мир, а в 1978 он даже стал угрожать перейти на сторону врагов Франции. И вот этот момент он сыграл в пользу того, что надо заключить мир, но скорее на выгодных для Франции условиях. Ну, может быть, конечно, вот еще и Англию они бы не перенесли, потому что Яков, что мне этот Яков стерд, Карл II, он сначала брал большие субсидии за союз с Францией, потом стал брать большие деньги за нейтралитет, а к 1978 году уже денег никаких было не нужно, он стал угрожать. И вот это привело к миру. Что касается папства, то его использовали, повторюсь, как вот такой, как вот мне кажется, как канал для обмена информацией. Он очень удобный, ну, и поль скоро католические страны могут не пользоваться. Вы писали все такие, спасибо большое, что сказали, Алимстер-Картическая церковь превратилась в посредническую структуру. У меня разный вопрос, являлась ли она нейтральным посредником, или, может быть, у медикамов были собственные интересы в этой войне? Ну, главные интересы Святого Престола в распространении католического вероисповедания и в том, чтобы добиться свободы католического вероисповедания в тех странах, где она тогда не существовала. То есть, это безусловно, вот там видно Англия, это Дания, это Швеция, это германские княжества, те княжества, которые находятся на вот этой северной протестантской стороне. Вот это основная забота, потому что это, безусловно, и какие-то адепты, но это, кроме того, и денежные средства, это и возможность там развивать свои структуры, ну и как последствия осуществлять определенное влияние. И это не совсем было без безрезультатно, потому что вторая половина 17 века это большое количество переходов в католичество людей, которые до этого были кальвинистами или были лютеранами. Самый, конечно, яркий случай это Кристина Шведская, но помимо Кристины Шведской это еще там, допустим, Николай Николас Стенон, Стенониус, знаменитый датский астроном и ученый, ставший католиком. Это некоторые мелкие княжеские династии, Германии. То есть такая история она имела место быть. Какие инструменты Бабский престол обладал для влияния политики за счет чего они могли дайвить на те, кто имел в те или иные стороны конфликта? за счет наверное все-таки того, что работая с информацией в том числе и вот такой вот организуя определенные обмены этой информации не только информацией, но и людьми можно было в случае войны наращивать свой авторитет. И тут даже нельзя говорить о давлении, о каком-то подведении к определенным результатам. Но повторюсь, посредничество это все-таки меньшая часть документов, большая часть это такие сгубо хозяйственные записки о выделении бенефициев, то есть церковных каких-то должностей, о споре вокруг недвижимости в том или ином регионе. Это, наверное, кому-то более интересно, кому-то менее, но то, о чем мы говорим, это такая меньшая часть случайно что-то такое всплывало. очень интересно. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, появились вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь к беседе. Но, видимо, нет. Павел Занитинович, огромное спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Спасибо, что делились со своими находками, открытиями. Мне кажется, это очень важно вводить в оборот новые архивные данные. к американистике это так очень покасательное относится, к такой сугубо специфической, но, тем не менее, я надеюсь, что это не совсем так чужое что-то. В общем, в этот случай показывает, что американские колонии играли определенную роль в европейской политике, в том числе и были ввлечены в эту политику тем или иным образом. И желаем вам дальнейших открытий, если что-то еще. Спасибо большое, очень интересно было нам как этнографам, которые занимаются какими-то совершенно другими темами, связанными с этносами, с народами, с племенами, с культурой. А тут конкретные люди, которые в конце концов все-таки оказывали какое-то воздействие на более общие процессы. Спасибо. Все истории это всегда очень интересно. Спасибо большое. Благодарю всех за внимание. До свидания. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров Продолжение следует...